Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Модернизация неизбежна. В Доме правительства обсудили вопрос заключения концессионных соглашений с Т-плюс. Героям трудового фронта. В Российском военно-историческом обществе обсудили создание мемориала строителям оборонительных рубежей в Чувашии. Гул затих, я вышел на подмостки. Студенческие и детские театры вновь стали победителями окружного фестиваля. Износ тепловых сетей и котельных города Чебоксара составляет более 80%. Это приводит к регулярным авариям и непредвиденным потерям. Столичная система теплоснабжения нуждается в срочной модернизации. На это нужны немалые средства. Одним из выходов из такой ситуации может стать заключение концессионного соглашения с компанией Т-плюс. Столичные администрации обсудили преимущества и спорные моменты этой инициативы. Протяженность столичных тепловых сетей 686 километров. Срок их эксплуатации 25 лет. И только за прошлый год было зафиксировано 655 аварийных ситуаций. Рост на четверть. И если ничего не менять, теплосети просто перестанут подавать тепло в дома и учреждения. Усилий муниципального предприятия теплосеть явно недостаточно. Имущенный комплекс, обеспечивающий теплом полумиллионный вырод достаточно сильно изношен. 32 котельных функционируют более 25 лет. 10 котельных функционируют у нас от 10 до 25 лет. И только 6 котельных работают менее 10 лет. Расчетный износ отменивается 84%. Это достаточно критично. 57% сетей у нас работает более 25 лет. 14% сетей заменили в последние 10 лет. И 29% подлежат более 10 лет. Компания коммунальной технологии до 2018 года, являвшаяся главным поставщиком тепла, не вкладывалась в обновление и ремонт сетевого комплекса. А ежегодно на эти цели необходимо не менее 490 миллионов рублей. Муниципальное предприятие теплосеть собирало чуть меньше половины. Тут уж не до обновления сетей и котельных. Концессионер в лице компании «Т-Плюс» обещает инвестировать за 25 лет в систему теплоснабжения города более 15 миллиардов рублей. Инвестиционные объемы составляют порядка 10 миллиардов рублей. Плюс источник финансирования ремонта – это 5,7 миллиардов рублей. И в целом за 25 лет мы предлагаем вложить в теплосетевое имущество порядка 15,8 миллиардов рублей. Перечень мероприятий, которые мы планируем реализовать на этой длительной перспективе. В целом включает в себя перекладку всего объема тепловых сетей, то есть это 664 километра. Плюс модернизация и автоматизация котельных. Благодаря капитальным вложениям концессионер планирует снизить аварийность и потери в сетях, довести их до нормативного состояния. «Т-Плюс» обещает также трудоустроить работников МУП теплосети. Понятно, что главный вопрос, который волновал участников публичных слушаний – насколько могут вырасти цены. Очевидно, что тарифы не должны превышать индекс роста потребительских цен. Это требование законодательства. Но в сегодняшней ситуации, когда разные районы столицы обслуживают разные ресурсоснабжающие организации, в Ново-Южном и центре «Т-Плюс», а в северо-западном и юго-западном теплосети стоимость все же разнится. С течением времени этот дисбаланс будет убран и цены выровняются. Специалисты еще раз обсудят все плюсы и минусы. Жестко обозначат обязательства концессионера, чтобы не наступать на грабли дважды, как это было в случае с коммунальными технологиями. Планируют создать специальную рабочую группу по контролю за реализацией соглашения. Если будет принято положительное решение, то документ планируют подписать до 1 мая. Татьяна Молокова, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика. Разговор об этом продолжился на совещании в Доме правительства. Такая же ситуация сложилась и в Новочебоксарске. Изношенные теплосети держат напряжение два города. Даже сомневающиеся в эффективности концессионного соглашения признают – тянуть дальше нельзя. На самом деле вариантов решения проблемы не так уж много. Учитывая техническое состояние инфраструктуры теплоснабжения, необходимы масштабные инвестиции, которые возможны либо за счет кратного роста платежей населения за коммунальные услуги, либо за счет бюджетных вложений, либо стимулированию и поддержке частных инвестиций в данную отрасль. Рост тарифов исключается, бюджетных средств явно не хватает. Остается концессия. Компания «Т-Плюс» уже обратилась в администрацию города Чебоксары с частной инициативой взять в аренду объекты теплоснабжения сроком на 25 лет. На очереди Новочебоксарск. Здесь почти 80% теплосетей старше 20 лет. За 2020 год и за начало 2021 года произошло уже на тепловых сетях порядка 86 аварий. Износ очень большой, аварийность высокая, теплопотери большие. Если мы не найдем сегодня средства и возможности для того, чтобы модернизировать всю систему, то с каждым годом проблема будет только нарастать. Безусловно, правительство республики детально проанализировало ситуацию. Все обязательства сторон, взаимная ответственность будут зафиксированы в соглашении. Всю начатую работу довести до логического завершения. Ну и, конечно же, с учетом тех обстоятельств, о которых было сказано. Прежде всего, это оценить возможные риски. Выработать мероприятия по их нивелированию, недопущению, ну и, конечно же, их решению в случае возникновения этих рисковых ситуаций. Разделение ответственности, ну и, конечно же, вопросы контроля за этими процессами. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Продолжается регистрация кандидатов на предварительное голосование. Его проводит партия «Единая Россия». Процедура позволит собрать команду, которая пойдет на выборы в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии. Заявление на участие уже подали министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Сегодня к ним присоединилась и секретарь Чувашского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Для нас очень важно подтвердить это доверие. Как человек, который отработал определенный фронт работы, и я знаю, что делать дальше, и я знаю, где можно привлечь больше ресурсов в республику, на что сделать акцент. И, конечно, я хочу презентовать снова свою программу нашим жителям республики. И для меня очень важно быть услышанной, равно как и другим людям, которые хотят себя позиционировать на суде других избирателей. Принять участие в предварительном голосовании может любой гражданин России, член партии «Единая Россия» или беспартийный. Отдать свой голос можно электронно или сделать это через портал госуслуги. Документы от участников предварительного голосования будут принимать до 29 апреля. Голосование за будущих кандидатов пройдет с 24 по 30 мая. Сегодня в республике 354 тысячи садоводов и огородников, а это почти треть населения республики. Часть из них имеет небольшой участок только для выращивания сельхозпродукции. Другие же используют сад для отдыха, проживания или даже бизнеса. Разумеется, у каждого свои вопросы. Как оформить земельные участки, как обеспечить свои земли необходимой инфраструктурой. Эти и другие темы обсудили за круглым столом перед началом дачного сезона. Люди, которые годами вели на своих участках хозяйство, должны полноправно владеть ими. Государство в этом поддерживает садоводов и дает им возможность бесплатно оформить участки в собственность. Но при этом земли не должны зарастать бурьяном, отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на встрече с активом садоводческих некоммерческих товариществ. Что из себя представляют сегодня садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан? Всего в республике 664 садоводческих и огороднических некоммерческих объединений. Количество земельных участков 141 150 единиц в свое время было, скажем так, роздано. Из них сегодня освоено или действует всего 81 685, то есть 58% от всех, ну скажем так, земельных участков. Под этими участками находится почти 6000 гектар земли, из них 3602 гектара – это залежи. Сегодня в топ-3 проблемных моментов – это дороги, водоснабжение и энергетика. Причем отсутствие подъездных путей к товариществам отмечают многие. Садоводы обратились с просьбой рассмотреть варианты строительства водонапорных башен. Говорили и о необходимости ремонта и надлежащего содержания электросетей. Да, мы готовы сеть содержать сами, но перевести в автоматическом порядке всех потребителей, то есть кто у нас садоводы – это физические лица, потребляющие электроэнергию для собственных бытовых нужд, в рамке прямых договоров с энергоизбытовой компанией, с прямым поставщиком электроэнергии посредством опосредованного подключения, то есть в автоматическом порядке. Я пытался три месяца договариваться с юристом энергоизбытовой компании для того, чтобы мне заключили прямой договор. Также беспокоят садоводов проблема вывоза мусора с территории СНТ. Чтобы поддержать многие проекты и начинания, можно использовать зарекомендовавшую себя практику инициативного бюджетирования, отметил министр. Итогами сегодняшнего клуба выстава, что вот самый, наверное, такой, я считаю, удачный момент того, что создали рабочие группы, я думаю, что это как раз-таки показатель того, что все-таки наши проблемы будут услышаны. Мы будем работать рабочими группами совместно с министерствами различными и думаю, что все в последующем. Жизнь садоводческих товарищей наших граждан в физических лиц будет лучше. В рамках рабочей поездки Сергей Артамонов принял участие в обсуждении развития волонтерской деятельности в Новочебоксарске. По инициативе Минсельхоза в республике создан волонтерский альянс, в который вошли студенты, руководители сельхозпредприятий, ветераны аграрной отрасли. Теперь к ним присоединились и новочебоксарские волонтеры, которые намерены активно участвовать в акции «Агроконтроль». Эта акция направлена на выявление просрочек в магазинах и торговых сетях. Очень много, к сожалению, продается просрочек. Это первый момент. Второй момент. Есть факты продажи несовершеннолетнего алкоголя. Кроме этого, товарное соседство. То есть по всем этим направлениям, совместно с Роспотребнадзором в Новочебоксарске, мы тоже решили привести по просьбе ветеранов вот эту акцию. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. 1 апреля начинается прием заявлений в школы. Для детей, проживающих на закрепленной к школе территории, он продлится до 30 июня. С 6 июля образовательные учреждения готовы принимать заявления от семей, прописанных в других районах. Завершится заявочная кампания к началу учебного года. В 2021-2022 учебном году в первый класс пойдут 16 700 ребят. В связи с большим числом первоклассников, в некоторых школах будут открыты от 6 до 16 первых классов. Родители могут записать ребенка электронно или лично подойти в школу с документами. С 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от тех, кто проживает на закрепленной к школе территории. И те, которые имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление. Право первоочередного приема в первый класс имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел, Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Также проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение в школы. Подробную информацию о зачислении в первый класс можно найти на сайте Управления образования города Чебоксары, муниципальных районов и общеобразовательных организаций. В Российском военно-историческом обществе прошло совещание по итогам конкурса на лучший проект мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительного рубежа в Чувашии. Напомним, победителем конкурса признали творческий дуэт скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На встрече делегация из Чувашии обсудила вопросы строительства мемориала. Проект мемориала в селе Байгулова, посвященный строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 1941-1942 годах, уже опубликован. Он состоит из 38 стелл, каждая символизирует участок длиной 10 километров. Известно, что весь Сурский рубеж был протяженностью 380 километров. На этих стеллах планируется сделать перфорацию на мековых панелях, чтобы была и вечерняя подсветка, чтобы какие-то элементы светились, то есть как лайтбокс, чтобы и днем, и ночью этот памятник воспринимался ярко и эффектно. Авторы отмечают, что тема трудового подвига им близка и понятна. Но именно в нашем варианте их привлекло предлагаемое расположение будущего мемориала, возможность использовать ландшафт. Байгуловские просторы вдохновили и других участников конкурса. Когда объявили конкурс, как ни странно, по крайней мере для меня, там из 13 работ 10 были архитектурные. То есть когда художники увидели то пространство, которое там есть, все поняли, что это должно быть что-то очень крупное и скорее символичное, нежели какое-то художественное решение прямо в лоб. На встрече обсудили реализацию проекта, обязательства сторон, сроки, последовательность действий. Для того, чтобы создать мемориальный комплекс к 80-летию строительства, то есть к концу октября, необходимо иметь четкую дорожную карту. Нужно детализировать вот это все, понять, что мы в этом году успеваем и успеваем, что делать с музеем. То есть это возможно реализовать в эти сроки. Несмотря на то, что при поддержке российского военно-исторического общества создается до 40 различных памятников в год в строительстве нашего мемориала, они заинтересованы не меньше, чем в республиках. Монументальная пропаганда была и остается одной из самых действенных форм патриотического воспитания. Мы стараемся создавать не просто памятники, мы стараемся создавать центры притяжения, места силы. Каждый памятник отдельно благоустраивается, привязывается к какой-то территории. Мы стараемся, чтобы даже это благоустройство полностью соответствовало тематике места, где он установлен, тематике того, кому или какому событию памятник установлен. И даже на примере Ржевского мемориала, когда за первые 4 месяца более полумиллиона человек посетило это место, мы уже понимаем, что это невероятно востребовано. И да, авторами Ржевского мемориала, который открылся прошлым летом и вызвал столько интереса и внимания, тоже были Константин Фомин и Андрей Коробцов. Так что можно быть уверенными, памятник строительству Сурского и Казанского бронетельных рубежей в Чувашии тоже не останется незамеченным. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика, из Москвы. У православных сейчас Великий пост. В этот период верующие чаще посещают церкви. В Козловке после реконструкции открылся храм Казанской иконы Божьей Матери. Там побывала моя коллега Наталья Мальчикова. Для православных колокольный звон и храм неразделимы. Но местные жители благове слышат лишь с недавних пор. Долгое время колоколов у храма не было. Восстановление колокольни стало первым шагом на пути к обновлению. Сейчас преображение идет полным ходом. Раньше и росписи не было ничего. А сейчас все росписи. И красивые иконочки. Идешь в храм с душой. С 2012 года изменилось многое. Раньше обряды крещения зимой не проводили из-за холода. Сегодня в храме тепло. Полностью заменены системы отопления и водоотведения. Уложены теплые полы. Силами прихожан появился пристрой. Здесь разместились иконная лавка и трапезная. Реконструкция идет и в центральном храме. Предстоит еще восстановить алтарь. Для семьи Егоровых храм стал практически вторым домом. Андрей и Елена воспитывают шестерых детей. Глава семьи считает, что они, как родители, должны указать детям правильный путь. Занятия в воскресной школе, творчество и церковное пение способствуют духовному росту. Но главное, что самим ребятам это нравится. Мы с братом поднимаемся после службы и до службы на колокольню и звоним в колокола. Позже мы спускаемся и прислуживаем в алтаре. В дни Великого Поста Егоровы, как и многие жители Козловки, бывают в храме особенно часто, чтобы укрепить дух молитвой. Сосредоточиться на праведных мыслях и желаниях. Ведь смысл поста заключается в первую очередь в духовном очищении, а ограничение в пище по возможности. Если мы себя будем изнурять, то это будет не пост. А, как мы говорим, поститься нужно постом приятным, то значит мы должны смотреть на свое здоровье физическое, физическое. И где мы еще и работаем, в каких условиях. Все это должны мы учитывать. Пост длится почти 50 дней и завершится 2 мая светлым церковным праздником Пасхой. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. В Приволжском федеральном округе выбрали лучшие студенческие школьные театры. За победу в фестивале театральной Приволжье боролись и две постановки из Чувашии. Страна слепых, а также Оскар и Розовая дама. Удалось ли творческим коллективам покорить сердца зрителей, узнаете в нашем сюжете. За победу в двух возрастных группах, молодежной и детской, боролись 28 коллективов. Каждый регион представлял своего претендента в прямом эфире. Турнирная таблица менялась на глазах. И, наконец, кульминация. В молодежных театрах первое место занимает Чувашская республика. Страна слепых. Напомним, в прошлом фестивале наш студенческий театр «Абрикосы в Усад» тоже был признан лучшим. Как и тогда, театр забрал сразу несколько номинаций. Лучшим режиссером стал Дмитрий Миронов. Лучшим актером – Александр Чернов. Лучшей актрисой – Кристина Никифорова. Искусство – это то зеркало, в котором каждый видит себя сам. И я думаю, что у нас это получилось. Получилось дать такую возможность для зрителей, для ребят посмотреть на себя, на тот мир, в котором мы живем, на те отношения, в которых мы существуем. И попробовать найти ответ на те вопросы, которые возникают. Чтобы максимально вжиться в роль, актеры использовали свои хитрости. Я играл маленького мальчика Кореа. И мне достаточно понравилась эта роль, потому что я чувствовал в нем себя. Где-то мы были с ним схожи, но сразу скажу, что слепого мальчика было играть тяжело. Для этого мне, наверное, пришлось снять линзы во время выступления. Если в молодежной возрастной группе лидер определился сразу, в детской группе борьба за лидерство была напряженной. Постановка наших земляков «Оскар» и «Розовая дама» заняла третье место. Дарья Фомина, сыгравшая роль «Оскара», признана лучшей актрисой школьного театра. Победители получат гранты в размере 100-200 тысяч рублей на новые постановки. Торжественная церемония награждения состоится в апреле в Удмуртии. Во Всемирный день театра в Чувашском государственном театре «Кукол» состоялась торжественная церемония награждения победителей 21-го республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес» о новых именах в нашем материале. Конкурс «Узорчатый занавес» – главное театральное событие года, история которого насчитывает уже более 20 лет. Идея конкурса принадлежит актерам Чувашии, выпускникам Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Конечно, тогда это было на уровне энтузиазма, на уровне молодых актеров. И постепенно, постепенно, каждым годом все это будет становиться все богаче и интереснее. Если первое время у нас были жюри местные, наши специалисты, то теперь уже приглашают известных театральных критиков. Всю предыдущую неделю театры Чувашии показывали свои лучшие спектакли. Для кого-то это были премьеры, для кого-то уже обкатанная программа. Чувашский государственный театр «Кукол» выдвинул на конкурс спектакль по знаменитому произведению Юрия Олеши. Мы тоже показали жюри спектакль «Три толстяка». Это, конечно, необычный спектакль, поэтому все волновались. Это, естественно, премьерный спектакль. Всегда волнуешься. Действительно, работа была интересная. Узорчатый занавес – хорошая возможность заявить о себе всем, чье призвание – театр. Это и режиссеры, и сценаристы, и композиторы, и актеры. Но главное – это творческий импульс, особая энергия, которой заряжаются и участники конкурса, и зрители. Помогает нам открывать новых звезд. Помогает нам еще раз посмотреть на, казалось бы, привычные уже спектакли, которые, может быть, вы видели не в первый раз, по-новому. И пусть конкурс продолжается, живет своей жизнью, перерастает новыми постановками, новыми актерами, новыми именами. Лучшим спектаклем года стал поединок Государственного русского драматического театра. А лучшим спектаклем для детей – «Кто принцессу поцелует» режиссерская работа Алексея Герасимова. Семь классических номинаций, а также 17 специальных призов. Без награды не остался ни один театр. Впереди у творческих коллективов новые конкурсы и проекты. А также не менее интересные спектакли. Ульяна Питакова, Павел Рядков, Республика. Это были главные новости понедельника, 29 марта. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова